Если государственный контракт, если планируется провести торги в 2022 году, то ничего не мешает, в принципе, деньги и отдать на ГИСУ. То есть это переходящие остатки, подтвержденные контрактами заключенными, они также в 2023 году перейдут на ГИСУ. То есть формы две. Все зависит от того, успевают торговать в 2022 году или нет. Если не успевают, то тогда ГБУ, но по согласованию с президентом, конечно. И они до конца вторая форма, чем отличается от первой? Вторая форма отличается от ГБУ, имейте это? Вот, потому что в ГБУ отдали не в ГКУ ГИСУ, да, в ГБУ, Минстроя отдал в ГБУ. Тогда вот мы проговорили, а если Минстроя отдал в ГКУ ГИСУ, тогда? Если Минстроя отдал в ГКУ ГИСУ, то ГИСУ, если не успевают отторговать, то они, естественно, поднимутся в бюджет. Если они отторговать успевают, то у нас есть основания в 2023 году под заключенные контракты, переходящие контракты, мы обязаны в 2023 году профинансировать. А, они поднимутся и опять спустятся в 2023 году на территорию? Да, да. То есть разницы нет в бюджетном очереди или в казенном очереди. Можно решить вопрос перехода денег на 2023 год при наличии торгового госконтракта. В обоих случаях нужно торги и госконтракты. Но для ГБУ не обязательно торги в 2022 году. ГБУ достаточно субсидию передать, а проторговать уже начать торги в 2023 году. В ГБУ даже можно и без госконтракта, а в ГБУ даже можно и без госконтракта, а в ГБУ даже без госконтракта. Ну, еще предложение, я думаю, в первом квартале кто уже сдал, до первого марта или до... Совершенно верно. Друг друга не ждать. Да, да. Допустим, первый там до первого марта, второй до первого июля. Может быть так, даже и проще разговаривать. Сейчас кого-то ждать, у кого готово, летний период надо использовать. Ну, очень справедливо, да. То есть можно и так оно делать. И все ошибки, которые будут, лучше на одном или на двух, это практически чем у всех. Коллеги, вот я концепт предложил, уже началось обсуждение. Давайте слабые точки, слабые моменты или предложения, особенно по отбору вот этому правилу на обсуждение. Да, представь, что я по голосу не знал. А, все, теперь. Так, звук можно добавить, а то динарный случай. А по софинансированию есть какая-то концепция? То есть нужно софинансировать? Вот я специально сказал, я назвал слово софинансирование, но я специально сказал, в кавычки, это не финансово-бюджетное понятие софинансирование, я предполагал. А, как бы, с... Пополнение показателей? Нет. Ну, это же при госкоотложении, там, по-моему, уже показатели не вешаются. По-моему. Но мы показатели вот при отборе должны будем. То есть мы из расходов бюджетной деньги должны понять эффект. Это вот больше к отбору. Но это опять не финансовая сторона софинансирования. Это не так, как по нас проекту 81 и 19, например. 19 регион дает 81 федеральный бюджет. Здесь я больше говорил, ну, такой опять премюслом, по понятиям, что ПСД со стороны, ну, образно со стороны района, а в районе это может быть и собственник, да, или там заинтересант какой-то, а СМР со стороны республиканского бюджета. Вот это в кавычках софинанс я называю. Я ответил на вопрос? Все понятно, спасибо. Так, ну, давайте покритикуйте. Слава Хальц. Да. Ознака ее можно опросить? Конечно можно. Добрый день. Проговоров, отчаясь, я не совсем понял, быстрее тебя. Вот у меня шесть промпарков, все они частные. Один только муниципальный арендует, остальные частные земли. Земля частная, земля? Земля у них частная. Не отходимо здесь двум паркам протянуть газ. Если, тут вот документация ужлазить слишком долго, если они вдруг, а тем решиться, а собственные средства, ну, своим проектом, есть возможность их субсидировать потом, вернуть эти деньги? Нет, мы сейчас речь ведем о госкап-положении, то есть государство на бюджетные деньги строит. Ясно. Я, как бы, говорил, да, это плюс одна программа, которая сейчас в республике около сорока, да? А госпарка как? Подводящие, да? Пока мы, честно, если честно, мы сейчас смотрели и внутриплощадочные, и подводящие. У нас, Марина Альбин, я прошу вас помочь. Мы вот из этих 28 парков, у нас есть меньшее количество, да, где нужно и подводящие, по дорогам, да, мы смотрели? Да, мы из 28 парков, добрый день, из 28 парков мы учленяли промышленные парки, которым необходима дорожная инфраструктура, там была часть, ну, в основном, конечно, это внутриплощадочные дороги, и часть заявили потребности муниципальные районы к подъездным путям. Вот здесь из, ну, 800, приблизительно миллионов, которые мы собрали потребности тропарков в общем по сетям, на дорожную инфраструктуру, там пришлось около 200. То есть эта концепция, по моему мнению, опять, коллеги, подскажите, Размиревич, эта коллегия не противоречит и тому, этот подход не противоречит и тому, чтобы финансировать по линии госкоопложений и подъездные, ну, дороги, например, да, или внеплощадочные сети. Не противоречит и тому, это же не... Вопрос был не по дизуру путям, а вопрос был по газу. Ну, газ, я же сказал, сети и дороги, да, это все, ну, как, давайте инженерную инфраструктуру называть и дороги, вот, все вместе. Например, подлодка и газа, это, мы же сейчас смотрим, у меня, когда земля муниципальная и там выделена для строительства, вообще тут проблемы, лишь бы были деньги, вообще проблемы. А я сейчас хотел обсудить вопрос, ну, и вот мы его обсуждаем, когда частная земля, когда она в аренде, вот, как это выделять, вот эти моменты. Нет, вот подводящие, там, это уже земля все равно не их, не подводящие, да, они, допустим, проект подготовили, ну, вот он, да, по газу, у меня проект есть, допустим, вот, заерку по этим делам рассматривается? Ну, давайте обсудим, я считаю, что такую заявку тоже надо рассматривать. Потому что площадки есть, газа нет, допустим, или воды нет, или электроэнергии нет. Ну, мы же сейчас, как бы, про идеологию и про механику. Про идеологию? Про механику. То есть, вот, сегодня, допустим, или манцепалитет, или этот участник сделал проект, готов проект. По подводящим. Ну, как, все понятно. По идеологии мы принимаем, что это нужно рассматривать. По механике, я считаю, что здесь еще проще, коллеги со стороны, с области стройки, пожалуйста, скажите, вот, газ, бсд есть, и, допустим, выделятся бюджетные деньги. Построить сможем? По проблемам быть не должно. Я тоже считаю, что идеологически принимается, механика тоже решаема. Так, на вопрос ответил? Товарищ Масленин, у вас всегда есть... Так, ну-ка, кончик. Добрый день, коллеги. Уточни, вопрос ознакомый. Я пока не совсем понимаю, о каких сетях идет речь. У магистральных подводящих к территориям парков, или включая внутриплощадочную разводку тоже. Вот здесь, мне кажется, самый главный вопрос-то. Чьи они потом будут? В самой площадке еще двум моим паркам не подведены ДМГАЖ. До парка подвески. Ну, а что, здесь водопарк нет? Мне просто показалось, что схема очень хороша в плане подведения магистральных газопроводов, водопроводов, электроэнергии, до границ, наверное, до первой какой-то площадки на территории парка, да? Без внутренней разводки. Это как раз можно сделать на год земли, за год счет. И, скорее всего, управляющая компания вместе с резидентами может найти деньги на ПСД. А когда мы идем уже внутрянку, мне кажется, там совсем другая схема. Вот поэтому ту часть, которая подводящая, здесь проблем я, в общем-то, и не видел, кроме наличия или отсутствия денег у бюджета. А цель сегодняшней была проговорить и решить вопрос о внутреплощадочных сетях. Почему? Ну, в сетях и дорогах. Почему про внутреплощадочных сетях? Потому что, когда мы собирали заявки, хотелки, там было большее количество о внутреплощадочных сетях и дорогах. И то, и то, и другое. И то, и другое. Естественно, если трубу внутри положил, а сколько-то километров этой трубы снаружи нет, тогда их нам внутри не нужно. Но у участников, я думаю, по ГИСО, они могут ставить землю на 10 месяцев тоже передать. Вот, да, есть еще способ участников, не в казну? Знаний нет, надо у юристов, не диму, что... А вот к имуществникам, кстати, и строителям ГИСО, значит... На самом деле, если земля частная, тоже таким каким-то договором госстроителя, ну, ГИСО, например, право взять право у этого участника и на основании этого права гособложения совершать. Нет, это будет не целевое раскладывание средств. Земельный участок должен быть и муниципальная, и государственная собственность. Ну, все, ответ получен, все понятно. Нет, поэтому я понял, по дорогам оно так. А вот газ, допустим, водопровод, канализация... Земля ведь, она не отводится, вот это дело. Нет, смотрите, у нас когда... В электроэнергии. Да, вот если у тебя газопровод, несмотря какой мы имущество... Все эти, эти будут государственные, понятно, это множество. Но дороги только нужно, я так сказать, перевод сделать. Под сетями... То есть под дорогой земля должна государственной... Да, с дорогами ясно, давай спасись. Под сетями, я думаю, разрешение на этот... Под сетями исключительно нужно право пользования на период строительства. Вот так переводить. Под сетями, вот еще раз. Под сетями исключительно право пользования на период строительства. Потому что под сетями потом, когда будет оформлен объект, земля уже нам не нужна. То есть... Только к нам объект будет оформлен. Вот, хорошая подсказка. То есть, если это сети, то частник, владелец земли, может... Что должен сделать? Это вот, конечно, больше ОГИСу нужно спросить. Они когда строят, им достаточно, например, взять в аренду частника земли? Допуск, да, на землю исключительно. Земляные работы провести. Который дает частник, да, если... Ага. Давайте это проговорим. Собственно. Так, конечно, мы землю всегда берем на один с месяцев. То есть, можно... Нет, берем уголову уголову. Частник же мы не сможем здесь. На частный земли используют. А если сейчас говорится про частный... У вас не бывает такого... На частной земле никогда не было. Госденки туда не вкладывались. Так, отдавать им этот вопрос. Это очень облегчило жизнь этому нашему проекту. Если бы собственник, не государственный, а частник собственной земли, мог бы... Почему? По территории, допустим, по разным собственностям проходят сети. И газ, и этот, допустим, электроэнергии. Когда линейный объект тянут, он высекает частную землю. И все-все-все. Стройка же идет, да? Да. Вот посылхоз этим пашням, этим... Они берут разрешение, сети делают. Еще потом дают такую приписку, что ты должен там не пахать глубже этого, не сжигать солому. Вот это земляная работа потом. Коллеги, у меня разрешение не лезть. Коллеги, а кто еще компетентно в этой части может высказаться? Потому что была бы хорошая зацепка, что можно было бы без отказа собственника... Кроме дороги, да, кроме дороги, вот эти сети. На зуме, коллеги, у вас же тоже большие компетенции. Давайте, подключитесь, пожалуйста. Выскажите. Из ПИЗа много людей. Здесь привязка к земле. Нету, получается, по столбам же, а в этом же речь, да? Или за Богом, но потом будет. Нету, не включение. Хоть вода, хоть конвертация, только... А не все строят, только ответы или снабжение потом, и собственно, и муниципальные формы. А если можно, пищу, конечно, они себе земля. Проект Арстан, не выскажите сейчас? По теме, на теме, нет. У вас есть компетенция в этой части? Может быть, не графом выриснет? Нету, а земля поднимет. Тут уже вопрос никаких нет. То есть мы говорим о магистральном. Вопрос, опять-таки, критерий для кого, и чего мы подводим. Нет, погоди, это отдельный вопрос, он нужный. Сейчас вот надо сконцентрироваться на том, что можно ли построить сети без передачи частной земли в муниципальную. За бюджетные деньги. Я не думаю, что земельное законодательство там не запрещает. То есть если мы оформляем тот же самый сегретут, то есть были же прецеденты, когда по сегретуту то же самое входило. И любой участник, развитие промпарка, он подпишет любую. Заинтересованность там. В части там. А если в промпарке есть малые сетевые компании, которые на этом потом сидят зарабатывают, то там есть определенный момент, что они будут терять какую-то часть дохода. У нас это крайне редкий случай, когда на территории промпарка есть еще мало сетевая. Если она есть, там она не нужна. Ну, или не нужна, или опять-таки еще один вариант развития событий. У нас сейчас уже есть какой-то перечень вопросов, которые бы мы хотели рассмотреть. То есть частно, не частно, муниципально, изъять, не изъять. Может, по итогам нашей сессии мы сделаем протокол, ну, естественно, и грамотно, с мнением юристов, с удачными документами. То есть на каждый наш вопрос мы подготовим ответ. Я думаю, это будет правильно. Со стороны Бессуна, с поликетами министерства, я думаю, это будет правильно. Давайте, это хорошо. Все протоколировать надо, да, и все соответствующие организации на все это конкретно юридически. Ну, давайте, вот у нас появился вопрос, мы его сформулируем, домашнюю работу берем, и потом этот, как это, сдадим эту домашнюю работу. М.Лукович, я по опыту хотел сказать, мы в Тюлячах строили подводящие сети, проводили по частным землям, финансирование шло через ГИСУ, когда первый самый этап был. То есть проблем никаких не было, составлялся выбор участка, и подписывали участники. Хорошо, у нас уже гипотеза превращается ближе к... То есть из опыта такое было, так и строго пошло. Так, хорошо. Артур Сергеевич, есть какие-то? Да, вот мы с Сергеем Сидим обсуждаем вопрос по возможности пользования в дальнейшем, да, то есть там в конце же должна быть трансформатор какой-то, еще что-то. Это же чья собственность будет, и потом передаваться как будет, вот это еще тоже надо продумать. Ну мы это в середине где-то говорили, фактически когда построят, это будет государственная собственность, передана должна быть в муниципалитет, ну в казну. И казна уже принимает решение на эксплуатацию передавать. Я думаю, что таких опытов, таких случаев не одна сотня, наверное, уже есть в районе, да. Ну вот коллеги из района скажите, пожалуйста. Участников, но, допустим, в трещах если взять, да, но там они там, у нас вот, допустим, управление у себя, можешь его отдать в сетевую компанию, если желание такое есть. То есть там просто еще есть обслуживание с соответствующими документами, которые ты должен принять в допуске. Ну, если так я правильно понимаю, разные варианты дальнейшей эксплуатации этого, наверное, этого иностранного. Если в соответствующих этих не будет, тебе электронем не дадут. Можно я добавлю? Да. Это разные моменты, линейный объект и наземный объект. Под наземным ТПшка, однозначно нужен земельный участок в собственности. Для управления. Это 100%. Если это линейка, которая идет под землю и над землей, земельный участок в последующем собственность не нужен. Под ТПшкой нужно однозначно. Под все здания оно должно быть. Если здание строится, допустим, очистная может быть. Или это такое-то нет. Ну, фактически, это, видимо, уже... И, ну, дорогу. Эти ответы, видимо, будут рассматриваться тогда, когда проект на смену документации приступим. Вот тогда эти уже детализации будут начинать. Коллеги, есть... Так, у кого вопрос есть? А, в чате, в чате. Кто прочитает в чате вопрос вслух? Два вопроса в чате. Да, Федя. Помощный парк Камский, в правительстве район. У нас вопрос такой есть. Возможно ли субсидировать расходы на ремонт железнодорожного пути в частном домпарке, на частном земельном участке? Ну, если коробка, то такого вида субсидий нет. Сейчас мы обсуждаем не этот вопрос. Мы сейчас обсуждаем не компенсацию расходов, не субсидий на проведенные или ранее проведенные или будущие расходы, а госком положении, программу госком положении. Если в рамках потребности того или иного промпарка есть и железная дорога, я, конечно, не знаю, сколько она может стоить, но в теории вопрос она укладывается. То есть построить сети, построить дорогу и построить железную дорогу или отремонтировать железную дорогу для нужд-то промпарка. Ну, я не знаю, у нас железная дорога... Это только если предсмотрено субсидий, так через ГИСО строительство невозможно, потому что собственность, она не государственная, это ваше собственности. Поэтому это твоя личная машина как бы-то ремонтировать. Понятно, спасибо. То есть у ЖД есть своя особенность, я правильно понимаю? Ну, субсидий, поддержка не будет, а субсидий. Ну, да, я понял, но земля тоже, собственно... А если он скажет, я отдам ее в казну, эту жизнь дорогу? Вы готовы ее в казну? Нет. Все, пожалуйста. Это мне сам. А то нет, да. Не, не нужно. Спасибо. Ну, тогда мы ответим. Тогда, видимо, ЖД исключается из этой схемы. Спасибо за ответ. Мы тоже долго думали. Попросим нас. Вообще вопрос интересный. Давайте такие вопросы накидывайте еще. Нет, если промпарк или, допустим, в нашем Бордане, она подводящая, делать с нуля, она будет государственная, а потом уже на управлении или в аренду, это второй вопрос, а что есть в собственности, он должен будет его передать безвозмездно, а потом уже эксплуатировать в аренде или, значит, в аренде.